В целом, 57% опрошенных россиян заявили, что отрицательно относятся к технологиям, которые позволяют изменять некоторые гены человека. Допустимым такие вмешательства считают 29% россиян. Причем чем старше были респонденты, тем более консервативными были их ответы, россияне старше 60 лет чаще говорили о своем неодобрении генетических экспериментов над человеком. Какими редкими генетическими заболеваниями страдают петербуржцы, читайте здесь, в качестве аргументов за проведение подобных исследований опрошенные говорили так, много генетических заболеваний, их можно излечить, чтобы избавить человечество от неизлечимых болезней, лечения врожденных, хронических заболеваний, 8%, не все люди идеальные. Думаю, поможет стать им без изъянов, пусть изменяют плохих людей, если человек убийца, то его нужно изменить, если есть в семье какие-то наклонности, садизм или алкоголизм, то если есть возможность исправить, то лучше исправить, 5%, если в лучшую сторону изменять, если это пойдет на пользу, то это даже необходимо, если улучшится. А если ухудшится, то не надо, 3%, если есть несовместимые с жизнью проблемы, ради спасения жизни человека, 1%. Можно ли продлить жизнь с помощью таблетки, узнаете здесь, среди тех, кто выступает против технологий, меняющих гены человека, звучали такие мнения, генетика заложена с рождения. Менять ни к чему, зачем вмешиваться в природу. Она более разумна, это дико, это природа, это нельзя менять, какие есть. Нечего ворошить дальше. Родился с плешкой, помрешь с плешкой, 27%, изменяется личность на генетическом уровне, меняется образ человека, если поменять генетику, нельзя потом это назвать человеком, так как искусственные получаются люди, роботы, 3%, 2% считают, что это невозможно чисто биологически. Боюсь, что это приведет к чему-то глобальному, к уродству, к болезням, это приведет к мутациям людей, будут мутанты. Все ненатуральное плохо, 1%. Здоровья вам! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал!